Нарушал, нарушал и наконец въехал. Таксист Лихач устроил аварию в Иркутске. Есть травмированные. Понижают ставку. Центробанк снизил ключевую ставку до 17% годовых, когда решение вступит в силу. Сделать регион привлекательным для инвесторов благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов. Нарожную карту по строительству инженерных объектов при Ангаре утвердил губернатор Игорь Кобзев. На эти цели правительство страны направит крупную сумму. КВЖД в огне. Чтобы учения не стали реальностью, на Кругобайкалке провели профилактические отжиги травы. Подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом. И в конце выпуска о достижениях наших спортсменов расскажем в подробностях. И обо всем по порядку. Авария с автомобилем службы такси произошла сегодня на улице Урожайной в Иркутске. Предварительно водитель иномарки, который 10 раз привлекался за нарушение правил, врезался в ехавшую навстречу машину. В результате двое людей пострадали. С травмами их доставили в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Иркутская область на 100% обеспечивает себя зерном, яйцами и солью. Данные приводит Иркутскстат. Ведомство рассказало об уровне производства продуктов. В 2021-м урожай зерна увеличился на 6%. Мясо и молока получили на процент больше, чем годом ранее. Кроме того, уровень самообеспечения картофелем 92%, молоком 86%, мясом 62%. Остальное завозят из других регионов. По итогам 2021 года на поддержку сельского хозяйства в регионе из областного и федерального бюджетов выделили 3,6 млрд рублей. Ситуация на продовольственном рынке региона стабильная. Продукцию местных производителей своевременно поставляют в торговые сети. Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых. Решение приняли на очередном заседании Совета директоров Центробанка. Оно вступит в силу 11 апреля. Как поясняет официальный сайт организации, происшедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано кредитами со стороны правительства страны. Экономисты отмечают, Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, исходя из оценки рисков. Также специалисты учитывают динамику инфляции относительно развития экономики. В следующий раз уровень ключевой ставки Центробанк рассмотрит 29 апреля. Ежегодный отчет правительства страны, как всегда, был максимально социально ориентированным. Михаил Мишусин озвучил меры поддержки разных отраслей и затронул тему IT-сферы и информационных технологий. Премьер-министр страны отметил, что в этом секторе нужно остановить отток специалистов. В Иркутске уже есть компании, которые планируют воспользоваться льготами для IT-сектора. С видеокартами, процессорами и различными платами Иван Тужилов уже давно на «ты». Рассказывает, что желание работать с техникой появилось еще в школе. Дальше институт, диплом бакалавра и первая работа. Востребованности своей профессии молодой IT-специалист не сомневался. Спрос растет с каждым днем, как и число потенциальных работников. Сфера активно развивающая, сфера, у которой в принципе нет потолка, что всегда можно получать знания. И вот именно в этой сфере я не могу сказать, что их когда-то будет мало. Но и этого недостаточно. По подсчетам Минцифры, только в 2021 году в стране не хватало от 500 тысяч до миллиона квалифицированных специалистов программного обеспечения и техобслуживания. Сыграл свою роль в кадровом дефиците отток работников IT-сферы за рубеж. Чтобы поддержать индустрию, правительство России ввело ряд мер поддержки, начиная от срочка от службы для сотрудников компаний и заканчивая выгодными условиями кредитования. Сегодня у нас ноль по налогу на прибыль. Ну куда уж лучше. Дальше у нас льготные кредиты под 3%. Упрощение поручения грантов. У нас до 6 миллиардов рублей на это выделено. И у нас льготная ипотека под 5%, так сказать, порядка 10 тысяч может этим воспользоваться. Меры поддержки распространяются на все компании, которые официально зарегистрированы в реестре Минцифры. Сейчас в стране их около 22 тысяч. Работодатели ждут результата стимулирующих условий в ближайшее время. Льготы на самом деле способны удержать молодых специалистов, так как они как раз направлены на молодых людей в первую очередь. То есть это сниженные ипотечные ставки, что актуально для молодых ребят до 35 лет. Насколько эффективны меры поддержки и удастся ли остановить IT-миграцию, будет точно понятно не менее чем через полгода. Дарья Макарова, Иван Губин, Артур Рощупкин. Новости. Сейчас. Более 8,5 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры даст правительство страны Приангарию. Средства направят на строительство объектов, которые повысят инвестиционную привлекательность региона. Дорожная карта уже составлена. Сегодня на площадку по реализации тепловой магистрали в рамках комплексного развития территории приехал губернатор Игорь Кобзев. Какие поручения даны и что будет сделано уже в ближайшем будущем, смотрите далее. Уже к осени будет готов проект по строительству теплового луча на улице Баррикад в Иркутске. Этот инженерный объект очень нужен городу. Он позволит более качественно подойти к развитию предместья Радищева. Объем предстоит сделать большой, поэтому на этапе подготовки документов уже идет подбор подрядчиков. Прорабатываем выбор подрядчиков, поставки материалов и организацию работ. Сроки заданы очень жесткие, но, безусловно, будем стараться в них укладываться, потому что проект федерального значения находится на контроле под поручением у президента Российской Федерации. Площадку посетил губернатор Игорь Кобзев. Помимо теплового луча ему рассказали о проектировании канализационно-очистных сооружений левого берега Ангары. Этот объект также входит в инвестпроект по развитию инфраструктуры, на который правительство страны дает средства при Ангаре. Обновления нужны давно, так как косы 1965 года постройки и уже не отвечают современным требованиям, отмечает мэр Руслан Болотов. На сегодняшний день они не соответствуют требованиям, которые бы позволили обеспечить нормативные показатели. И сама по себе проектная документация позволит включаться дальше в программы для того, чтобы обеспечить не только жителей города Иркутска, но и перспективную застройку в том числе Марковского муниципального образования и Мамонского муниципального образования. То есть задача глобальная. Всего правительство страны предоставило более 8,5 миллиардов рублей по заявке региона на инфраструктурный кредит. Но с учетом подъема цен и подорожания стройматериалов, глава региона направил запрос на получение дополнительных средств, еще порядка 3,5 миллиардов, на реализацию пяти инвестпроектов. Мы заявились, мы в проекте, и эти пять проектов сегодня финансово, они обеспечены. Сегодня вопрос стоит только в одном – правильно выстроить работу региональной власти, муниципалитета и подрядчика или проектировщика. Вот поэтому в рамках вот этих, в этом взаимодействии я подписал свое распоряжение, где будем еженедельно контролировать ход этих работ. Инвестпроекты реализуют в Иркутске и Ангарске, и сроки очень сжатые. А контроль со стороны губернатора будет постоянным. Сохранить доступность жилья для людей – такую задачу ставят областные парламентарии. Сейчас из-за санкционного давления цены на стройматериалы подорожали, возникли перебои с отгрузкой и логистические трудности. К слову, ряд мер уже предпринимает федеральный центр, и сейчас необходимо определить, что можно дополнительно сделать на региональном уровне, чтобы поддержать этот сектор экономики. Из предложений – проработка и создание сибирской ипотеки, которая, по примеру, Дальневосточной, поможет жителям приобретать жилье на более льготных условиях. Также, считают представители стройотрасли, нужна более широкая разработка карьеров для добычи инертных материалов, которые используют в гражданском, промышленном и дорожном строительстве. Все мнения и предложения сформулируют и отразят в едином документе, затем депутаты отработают запросы совместно с правительством. Инспекторы Государственного земельного надзора в Прибайкалье проводят рейды и инструктаж о правилах эксплуатации участков. Сотрудники Росреестра разъясняют, что землю нужно использовать по назначению в рамках закрепленных в кадастровой карте границ. Главная цель – оценить соблюдение обязательных требований физическими и юридическими лицами. Беседы проводят с собственниками, арендаторами, землепользователями и землевладельцами. Государственный земельный надзор и его деятельность строго регламентируются законом. В 2022 году правительством Российской Федерации все плановые, надзорные и контрольные мероприятия отменены до конца года. И поэтому сейчас управлением Росреестра по Иркутской области будет сделан акцент на проведении именно профилактических мероприятий, цель которых – предупредить нарушение, а не выносить предписание. Более полумиллиона тонн угля отгрузят в Иркутской области в апреле. Почти 440 тысяч тонн отправятся на восток. Об этом рассказал губернатор Приангаре на заседании оперштаба. Вопрос экспорта решили в Москве. Там Игорь Кобзев провел переговор с помощником президента России Игорем Левитиным, а также первым зампредом правительства Андреем Белоусовым. Помимо этого, состоялись два совещания с РЖД. Их итогом стала договоренность о регулировании поставок угля в ручном режиме. Отметим в марте перевозки топлива. Приостановили. Добывающие предприятия в Черемхове и Тулуне простаивали. Договорились и дальше держать ситуацию на постоянном контроле. Согласовывать все объемы по перевозке угля в экспортном направлении будем ежемесячно. Очередную встречу мы планируем провести после 15 апреля. К БЖД в огне. По традиции в апреле на Кругобайкалке полыхает огонь. Там проводят контролируемые отжиги. Для того, чтобы летом пожар не подобрался ни к населенным пунктам, ни к лесу. Как создают защитные полосы, расскажем в следующем материале. Огонь и дым у легендарных тоннелей. Привычная картина для жителей близлежащих населенных пунктов. Так в апреле проходят профилактические отжиги вдоль Кругобайкальской железной дороги. Защитные полосы создают огневым методом, чтобы летом пламя не подошло ни к лесам, ни к селам. Участвуют в процессе пожарные десантники Иркутского отделения авиалесоохраны, государственные инспекторы заповедного Прибайкалья, сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области и даже сами жители. Вот в порту Байкал за контролируемым пожаром следит глава поселка. Порт Байкал – это вообще такая отдельная территория, очень интересная, местоположение очень интересное и очень проблематичный поселок на сегодняшний день. Мы как бы входим в особо охраняемые природные территории. Население у нас оповещено, то есть все знают прекрасно. Каждый год у нас в это время все уже привыкли. Для профилактических отжигов всегда выбирают первую декаду апреля. Почва еще замерзшая, поэтому поверхностное пламя уничтожает лишь сухие стебли и не вредит ни земле, ни насекомым. Да и у птиц в это время здесь еще нет гнезд и потомства. К тому же в лесу лежит снег, а значит риски перекидывания огня минимальны. Зато по траве, которая в этом году сгорела, пожар уже не пойдет, рассказывают специалисты. Где создали защитную противопожарную полосу огневым способом, это уже надежный барьер для весенних, летних лесных пожаров. То есть пожар доходит до отожженного участка и останавливается. Для столь жарких процедур подходят только безветренные сухие дни. В такую погоду важно использовать каждую минуту. Объем работы большой, там где КБЖД проходит в границах нацпарка, а это несколько десятков километров. Работают слаженно и осторожно, группами. В группе люди распределены каждый по своей. Кто-то поджигает отжигателями, кто-то контролирует РЛО, затушивает, смотрит, чтобы пожар дальше не распространился. Сейчас вот тихо, если сильный ветер, то поджиги прекращаются, чтобы сильно не распространялся. Ну и также осадки. Сейчас осадков нету, трава подсохла, значит, горит хорошо. Профилактику на КБЖД продолжат вплоть до начала действия в регионе особого противопожарного режима. В этом году он стартует 11 апреля. А затем в дело пойдут другие меры безопасности. Сотрудники национального парка будут патрулировать территорию, расчищать противопожарные полосы. Вокруг старой ангасолки обновят защитную минерализованную полосу. Марина Беклемишева, Иван Прокудин. Новости сейчас. А теперь коротко о ковид-статистике. За сутки в Приангаре, по данным оперштаба, зарегистрировали 212 новых случаев инфицирования. Выздоровело на 100 больше. 312 человек. Умерли из-за коронавируса 8 жителей региона. Иркутская область доказала свою эффективность в борьбе с ВИЧ-инфекцией. Об этом губернатору рассказала главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова. Сегодня в Приангаре снижается смертность от ВИЧ и СПИДа. В арсенале медиков есть все необходимые препараты, которые могут восстановить иммунную систему. При своевременном выявлении и выполнении всех рекомендаций врача, ВИЧ-положительный человек может полноценно жить и даже давать жизнь здоровым детям. В 2021 году количество новорожденных больных ВИЧ-инфекцией снизилось до 0,8%. Такого низкого показателя в Иркутской области еще не было. Я бы хотел сегодня послушать Ваши комментарии, Вашу оценку, что сегодня необходимо сделать как на федеральном уровне, так и на региональном, для того, чтобы эту статистику изменить. Мы должны все-таки на этом не останавливаться и заниматься профилактическим мерами. Я сам участвовал в Ваших акциях. Мне очень понравилась эта понятная история для людей, которые вступают во взрослую жизнь. Что особенно хотелось бы отметить, но это действительно мы считаем, что это достаточно серьезное достижение, это перинатальная профилактика. То есть у нас, несмотря на очень большое количество родов, вот в 2021 году у нас родилось 711 детей, и всего из 711 детей у нас родилось 6 ребятишек с ВИЧ-инфекцией. То есть вот так работают препараты, антиретровирусные препараты, которые правильно даются на всех трех этапах – во время беременности, во время родов женщине и ребенку после родов. ДНК байкальского тюленя расшифровали ученые Института проблем экологии и эволюции. Это сделали, чтобы сохранить род млекопитающего эндемика, сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал». Специалисты выяснили, что летом на Ушкане острова приплывают нерпы одной генетической группы. При этом до конца неизвестно, единственная ли эта группа для всего озера. Сейчас изучают, есть ли еще особи со своими генетическими отличиями. Во время первого исследования учетные разработали набор биологических маркеров. Их сравнивают с данными других животных семейства тюленевых. А уже после будут разрабатывать правила охраны байкальской нерпы, чтобы сохранить вид эндемика. К другим темам. 17-й чемпионат по управленческой борьбе стартует в субботу в Иркутске. Участники будут состязаться в навыках переговоров. За 8 минут им необходимо решить конфликтную ситуацию, причем сделать это так, чтобы у оппонента осталось желание дальше сотрудничать. Подробнее о чемпионате и о том, для чего он нужен, мы поговорили с руководителем Клуба социальных технологий Ларисой Давыдовой. Лариса, добрый день. У нас в субботу в Иркутске стартуют поединки. В этот раз о чем они и кто будет участвовать? Это чемпионат по управленческой борьбе. Участвуют участники Клуба социальных технологий. Это часть их учебной программы. А в качестве судейства даже приезжают у нас наши друзья клуба из Петербурга, из Екатеринбурга. Из Москвы в этом году нет, да, из этих двух городов. Ну, в том числе будут наши предприниматели, общественные деятели, судейские коллеги. Какие будут темы поединков? Что будут отстаивать? Какие позиции? И там 32 поединка, весь турнир, и 32 ситуации. И так устроено это соревнование, что мы пытаемся поместить туда весь спектр проблематики, которую решает сегодня предприниматель. Это может быть проблема с персоналом, по увеличению зарплаты, или по невыполнению какой-то работы, или по запуску каких-то проектов. Это партнерские какие-то конфликты интересов, да, согласование договоров, цены и так далее. Это даже житейские. Есть даже житейские ситуации, когда, скажем, вы сдали квартиру, возникли какие-то проблемы, и вот их тоже надо решать. Чем полезны такие поединки? Для игроков? Для игроков именно. Для игроков, потому что они получают такой опыт публичного предъявления себя. В общем-то, наше человеческое, оно рождается только в публичности. И вот они проходят вот этот вот этап, когда им судьи говорят про них правду. Редко когда в жизни вы можете про себя правду узнать. Поэтому они предъявляют какие-то свои технологии, как они решают, как принимают решения, как вообще о них договариваются. И вот судейские коллеги, они специальным образом организованы. Они просто так вот, 9 человек, они там смотрят из определенных рамок, выполняют тоже определенную учебную задачу, и они им дают реакции. То есть рассказывают им о том, какие последствия, принимаемые ими решения, имеют в жизни. То есть правильно ли я понимаю, что это позволяет скорректировать тактику своего общения и, в принципе, жизни? Да, более того, вы знаете, вы можете, если у вас хватило сил, это так непросто, но вдруг хватило сил посмотреть весь чемпионат, вы точно понимаете, какое смысловое поле вообще в управленческой культуре вообще сейчас присутствует. И там в силу самой технологии вы можете посмотреть немножко в будущее. Как будут вести себя ваши работники, ваши партнеры, какие нынче, строго говоря, ценности. Вот если я в этот раз посмотрю, а в следующем году захочу участвовать, как это сделать? Да, в общем-то, несложно. Вы посмотрите, потом возьмете и нам крикните, хочу участвовать. Можете, то есть для чего вы это сделаете? Для того, чтобы мы могли вас поготовить, потому что так сходу-то тоже тяжело это делать. Вы придете, у нас есть тренировочные мероприятия, потренируетесь. Хотя теоретически можете так вот, с колес зайти. Мария, спасибо вам большое, что уделили время нам. Вам спасибо за интерес к этому мероприятию. Приходите с камерами и без них. Судьба полуфинала Суперлиги решилась в четвертом матче серии Иркут-Самара. Действующие чемпионы по итогам противостояния будут и дальше защищать титул. Решающая игра завершилась победой подопечных Игоря Грачева со счетом 91-84. При этом начало матча у хозяев явно не задалось. Самарцы часто промахивались. С удобных позиций иркутяне же напротив много попадали и даже смогли нарастить хороший отрыв. 16-19 после первой четверти. Во втором игровом отрезке хозяева были неудержимы. Попадания Андрея Десятникова, Игоря Смагина и Тайрана Харриса только усложнили положение Иркута. Но коллектив из Восточной Сибири сдаваться не собирался. 68-62 с таким счетом закончилась третья четверть. В четвертой же начались баскетбольные шахматы. У наставников них выглядели настоящими гроссмейстерами. До последнего Иркут не сдавался, но поддержка болельщиков сыграла свою роль. Счет в серии 3-1 дальше идет Самара. Новый успех из дедаистов клуба «Мори». Спортсмены привезли сразу два серебра с первенства России. Соревнования проходили в Тюмени. Награды, завоеванные там, стали первыми значимыми достижениями для участников из Иркутска. Александр Гаврилов познакомился с новоявленными призерами и проверил на себе их приемы. Уже с пяти утра в зале «Байкал-арены» Игорь Джимурат Амаров отрабатывает броски и приемы. После возвращения с первенства России в Тюмени спортсмен утром отправился на тренировку. На турнире он провел шесть схваток. Четвертьфинал и полуфинал оказались настолько сложными, что на главный вызов сил уже не хватало. Серебро только разозлило нашего спортсмена. На следующих состязаниях он намерен взять золото. К тому же перед глазами знаковые примеры. Серебро по итогам шести поединков завоевал и Курбан Кудиев. Он повторил личное достижение всероссийских соревнований в Омске. Как отмечает дзюдоист, в личный успех в финальной схватке поверил слишком рано. Сложные довольно все были, но вот именно финал был такой, ну очень сложный. Порвались где-то семь минут и по шито поиграл. По своей ошибке? Ну, можно сказать, да. Вот что за ошибка? Можешь поподробнее немного? Чуть не дотерпел, не проявил такой характер. Ну, будем работать. Это повод для еще большей работы. На первенство страны Гаджи Мурат и Курбан отправились в статусе темных лошадок. Успех спортсменов верили, пожалуй, только их наставники. Этот сезон стал для дзюдоистов не менее трудным, чем соревнования ковидных времен. Ведь из-за отмены международных стартов пришлось полностью перестраивать график. Ребята за счет чего вы? За счет того, что они этими живут. Уже последние пять лет эти двое, они живут прямо здесь, в этом комплексе. Прямо в училище Олимпийской резерве. Вот у нас в общаге, они с пяти утра в зале. Пять утра у нас, пять тридцать на первая тренировка, вторая тренировка в один час. И третья тренировка у нас, пять вечера. Ежедневно спортсмены занимаются в зале по два часа. Перерывы не позволяют себе даже в праздники и выходные. В этих стенах дзюдоисты отрабатывают броски разной сложности с самого утра и до позднего вечера. И сегодня Гаджи Мурат согласился любезно показать элементарный бросок. Ну если так парни выполняют базовые броски, то представляю, с какой силой они делают самые сложные приемы. Александр Гаврилов, Иван Прокудин. Новости сейчас. Мы рядом с вами и готовы помогать. Говорите нам о ваших проблемах, социальные, коммунальные, любые происшествия, а также делитесь с нами радостью. Рассказывайте о необычных людях и ситуациях. Ждем ваших сообщений в социальных сетях на нашу почту или по телефону 8 39 52 70 70 10. Ждем. Все самое актуальное и важная информация всегда доступна и на нашем сайте. АСТВ.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а на этом у меня все новости. До встречи.